Ситуация с отравлением в Кизляре стабилизировалась. Об этом говорили на еженедельной планерке главы Дагестана Владимира Васильева. На встрече затронули и ряд других проблем, в частности вопросы бизнеса, инвестиций и налогов. Обо всем по порядку, Шамиль Махмудов. Ситуация со вспышкой острой кишечной инфекции в Кизляре под контролем. С этой темы началось еженедельное совещание у главы республики Владимира Васильева. Так, новых больных с подозрением на отравление не поступало. Однако в центральной городской больнице все еще находится 16 человек. 11 из них – дети. Что касается предотвращения новых вспышек эпидемии, у властей есть вопросы к городу по поводу невыполнения предписаний. Будут применены меры в вопросе прокурорского реагирования. Только тогда уже просто он не хочет в своей команде приглашать прокурора. Ну не доводите до этого. Вам говорит писатель правительства, пойдите посмотрите. Мы все делаем. Ну хорошо, если делаете, тогда не обижайтесь. Затронули тему бизнеса и привлечения резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития. Так, в Каспийске уже ведется работа по созданию индустриального парка на неиспользуемых площадях завода «Дагдизель». Парк еще не успели зарегистрировать, а на него уже нашлись 10 потенциальных резидентов. Это предприятие по производству мебели, обуви и бытовой техники. В совокупности здесь планируется создать 588 рабочих мест, объемы инвестиций свыше 2 миллиардов 600 миллионов рублей. Затрагивая тему частных предпринимателей, Владимир Васильев выразил обеспокоенность тем фактом, что с апреля всю производимую обувь будут чипировать. И в этой связи порядка 15 тысяч семей, которые работают в обувной отрасли, нелегально могут остаться без заработка. Руководители региона подчеркнули, необходимо помочь им найти альтернативу и работать в рамках закона. Вот сейчас люди оказались в беде. Если сейчас мы к ним придем и поможем выйти из нее, цены вам не будет, как к министру экономического развития. Люди вас будут ценить. Это тот, который нам помог в трудную минуту выйти из поля теневого, в легализоваться в 4 раза лучше налоговых условий. Новым полпредом поставлена задача обеспечить отслеживание движения каждого рубля в режиме реального времени. Об этом сообщил Владимир Васильев, говоря о назначении Юрия Чайки полномочным представителем президента в СКФО. Напомню, несколько дней назад бывший генпрокурор страны был представлен к новой должности в Пятигорске. По словам Владимира Васильева, полпред изложил свое представление о работе, которая вытекает из задач, поставленных перед ним президентом страны. Знаю Игоря Яковлевича, который проработал больше, по-моему, 14 лет прокурором, а до этого был министр юстиции, скажу, что работа будет на вашем. То есть в части исполнения поручений, того, что мы обязаны, контроль будет четким и ответственным. Это нам тоже надо понимать. По словам руководителя региона, есть необходимость объяснять населению, на что тратятся их налоги. Так, за счет собранных средств люди обеспечены водой, в том числе высокогорных сел, где ее никогда не было, а также дорогами, общественными пространствами, новыми школьными автобусами и каретами скорой помощи. Шамиль Махмудов, Камила Раджабова, Время новостей.